Это пятая серия летсплея Техномагия 3 Перерождение. Я начинаю новый летсплей с огромным количеством модов, нацеленных на магию, механизмы, путешествия и куча всего другого. На сборке присутствуют такие сущности, как творческие предметы. Кто не знает, это самые имбовые вещи в игре, некоторые из которых позволяют даже дюпать жидкости, энергию и предметы. Но имеют просто бешеные крафты, требующие тысячи, а то и сотни тысяч разных ресурсов. И моя цель на этой сборке это скрафтить все творческие вещи. И это пятая серия Техномагии, хотя я выложу только вторую. Блин, вы мне, наверное, уже столько всего полезного написали и по третьей серии, и по четвертой. Но я, блин, не могу этого прочитать, потому что этих комментариев еще нету. Я из прошлого или из будущего, погоди. Я, подожди, я из будущего. Я, нет, я из прошлого. Все, я из прошлого. Вспомним, что мы делали в предыдущей серии. Ну, во-первых, автоматическую ферму. Ладно, что, не автоматическую ферму. Автоматическое размножение животных. Вы гляньте, сколько у меня их уже тут расплодилось. И коров, тут и овец. Я, кстати, понял, почему овец стало больше, чем коров. Потому что у меня закончилась пшеница, блин. А, стоп, тут еще и курицы, про курицы вообще забыл. Курятины, здорово, их вообще почему так мало? Алло, там же вон куча семян. Вы что не размножаете, сироды? И вообще, я сюда не просто так пришел. Я хочу наполнить кормушки, чтобы дальше продолжали размножаться животные. И вообще, мне не нужно, блин, столько овец. Надо было подальше коров делать. Потому что, каким-то образом, эти гадины достают до кормушки аж до вот этой. Я вообще офигею. Наверное, я ее куда-нибудь вот туда поставлю. Но сначала из-за вот этой вот толпотни, мне хочется вот здесь лайфхак небольшой применить. Так, двигайся. Я хочу здесь ковры поставить. И калитки я нафиг убрал, потому что они все выбегают. Да уйди ты, дура. Ты что, не видишь? Я хочу ковер поставить. Самолет. А? Вертолет. Так, все. И теперь я просто вот так могу подпрыгнуть. И перепрыгнуть эту всю тему. Они так не умеют, дуры, тупые. Так же сделаем его здесь. А, куда уже? Пошла, блин. Ну и на вот этом входе. Так, корова, что ты будешь убегать, а? Дура, не успела. Все, короче, сношу нафиг эту кормушку. Переставляю ее в дальний угол и наполняю пшеницей. Кстати, по идее, я могу даже воронку поставить, и она будет автоматически заполняться. Давайте попробуем. Причем я сделаю деревянные воронки, потому что железо у меня, блин, уже заканчивается. А здесь есть такие вот, они, наверное, супер медленные. Ну-ка, простейшая воронка для предметов. Что это значит, вообще не представляю. Присоединяю воронку, ставлю на нее сундуки и, э, неправильно, вот так вот. И по идее, если я сюда положу пшеницу, давайте посмотрим, ну-ка, будет ли она заполняться. Подожди, а я вообще воронку, в воронке нету интерфейса, что за бред, алло? Ну-ка, ладно, я отсюда забираю пшеницу и, да, она заполняется. Все, прекрасно, и уже вся, э, запр... Нифига, что это такое? Почему так быстро? Вы видели? Алло, это же деревянная обычная воронка. Так вот, что мне надо было ставить на мою телепортацию предметов. И да, именно телепортацию вы правильно услышали. Никто не смотрел предыдущую серию, потому что я сделал нереально простую схему по перемещению предметов дистанционно. Я могу положить их вот в такую интересную эндер-сумочку, и они сразу начнут забираться и помещаться вот в эти сундуки, которые находятся у меня на базе. Вот этот весь булыжник. Но в предыдущей серии я столкнулся с такой проблемой, что это происходит очень медленно. Если я забью сразу эти 9 золотов ресурсами, то очень долго это все очищается. Но теперь, если у меня есть такие офигенные воронки, давайте я попробую их поставить. Еще раз открываю сумку, помещаю сюда ресы, и господи, нафига вообще железные воронки? Как же это все быстро? Причем, погоди, здесь есть не только деревянные, есть еще воронка, это что, для жидкости? А, нет, мне это не надо. И золотая воронка, обычная ускоренная воронка. Я хочу попробовать ее скрафтить. Возможно, она вообще моментально стаки будет забирать. Вы что, прикиньте вообще, что будет сейчас? А, как же вовремя я обернулся ко мне, крипер, домой зашел? Вот это прикол, слышу, кто-то идет по кирпичам, а тут зеленая, тут конопля, это сопля вонючая, давай сдохни. Тут попробуй печку подорвать, я тебя потом нафиг всех твоих братьев уничтожу. Итак, убираю вот эту самую первую воронку, в принципе, она самая важная, и ставлю сюда золотую, еще раз. Помещаю, например, 58 бул... Офигеть, моментально, моментально, народ, моментально забралось, все. И, кстати, возможно, кто-то из вас в комментариях как раз-таки подсказывал по поводу этой воронки, но я еще никак не могу их прочитать, потому что я не выложил предыдущую серию, я даже третью еще не запостил. И раз уж я прокачал всю эту схему с телепортацией, то я просто обязан покопаться в шахте и проверить ее на личном опыте. Но сначала я хочу починить свой молот, я еще ни разу не чинил инструменты из тинкера, и делается это супер максимально просто. Смотрим, из какого основного материала создан инструмент, а именно это литейная бронза, первое слово. Добавляю эти слитки и просто-напросто чиню. Но самое офигенное это будет, когда я навожу улучшение на автопочинку. Мне вообще его не нужно будет ремонтировать, но пока рано, для этого всего рано. А теперь летс гоу копать! Блин, я настолько увлекся, что я прокопал супер длинный туннель, что у меня уже перестали прогружаться здесь чанки. И воронка больше не забирала ресурсы из этого эндер-сундука. Вот в этом как раз-таки и минус в этой схеме. Если я убегу слишком далеко от своей базы, то просто-напросто ничего не будет телепортироваться, а точнее забираться из сундука. Но сейчас оно забирает, потому что я вот рядом нахожусь. Именно поэтому здесь, кстати, очень логично будет поставить какой-нибудь загрузчик чанков. Но я пока не нашел какой-то годный, потом еще этим займемся вопросом. Давайте посмотрим, сколько я накопал ресурсов. Раз, сундук! Два, сундук! И вот это, кстати, тоже сложить надо вот сюда. Вообще, я хотел сделать упор на лазурит, а также редстоун, чтобы прокачать свой молот. Ну-ка, давайте я заберу отсюда редстоун. А лазурита у меня, к сожалению, накопилось всего 50 штук. С помощью лазурита можно накладывать эффект удачи на инструменты из тинкера. Ну а с помощью редстоуна увеличивать их скорость копания. Давайте я сначала прокачаю немного скорость. И у меня остается один слот для улучшений, а также один слот для умений. И блин, как же я мог забыть, на этой версии с помощью обычного лазурита нельзя прокачивать удачу. Вот я кладу, и ничего абсолютно не происходит. Нужно будет накладывать этот эффект вот таким вот образом. То есть это не улучшение будет, а вообще умение. Кстати, книжку вообще офигенную скрафтил. Вы гляньте, сколько тут информации. Тут вообще столько всего в тинкер добавили. Блин, когда они успевают это делать? Почему разработчики суберечного леса не выпускают обновления, а тинкер прям вообще тут их бесконечно обновлений? И в общем, единственное, чего мне не хватает, чтобы наложить удачу, это синий василёк. Такой цветок, который, блин, я, по-моему, вообще ни разу не встречал в этом мире. В ванильном Майнкрафте он встречается у нас на обычных равнинах, подсолнечных равнинах, а также цветочных лесах. Но проблема в том, что у меня здесь и нету долбанных обычных ванильных биомов. У меня тут стоит мод на генерацию, и, блин, ну нигде нету васильков. Вот эти... Гавань-ла! Придётся искать 300 лет цветы какие-то обосранные. И вы посмотрите, вот это чувырло долбанное, которое я минут 20 искал. И, наконец-то, господи, глянь, сколько тут этих васильков. Это я нашёл цветочный лес, я так понимаю, но он всё равно кастомизированный, потому что деревья в ванильном Майнкрафте такие точно не растут. Всё, собираю кучу цветков. Вообще, вообще их собираю, тут какие только можно. Да я теперь просто цветочный мастер. Да мастер, про мастер я. Блин, кстати, смотрите, такое офигенно интересное дерево встретил. Из него выпадают частички. Ну-ка, из какого это мода? Forbidden and Arcanus. Мне кажется, оно какое-то волшебное, поэтому я его срублю нафиг. Что? Что? Погоди, золотые яблоки с него выпали? Да ну нафиг. Я таких деревьев ничего не... Реально? Золотые яблоки. Народ, с дерева выпадают золотые долбаные яблоки. Это же шикарно. Господи, это самое лучшее дерево, какое я только видел. Вот, по-моему, оно тоже. Ну-ка, я их сейчас все порублю. Заберу кучу саженцев и буду одними яблоками золотыми питаться. Ну-ка, прямо сейчас хаваю. Оно точно не бутафорское? А, классно. И, слушайте, вообще-то нет. Я вблизи больше не вижу таких деревьев. Наверное, это редкость. А, нет, вон еще одно. И, а, стоп, и вот еще одно. Или погоди. А, да-да-да, это точно такое. Блин, это просто превосходный лес. Это волшебный лес. Э, а ну падай, говно. Листва вонючие. Короче, все, я возвращаюсь домой. И все, наконец-то я могу положить два блока лазурита, один синий василек, два медных слитка и получить удачу на моем молоте. Ну-ка, по идее, удача должна быть первого уровня. И если я попробую наложить второго, то... Подожди, удача уровень не может быть выше одного? Что? Погоди. Всего лишь первого уровня она будет или она сразу третьего? Я что-то вообще не могу понять. Давайте это в шахте проверим. Я уже нашел руду истинного кварца. И обычно с него без удачи выпадает всего один, по-моему, осколок кварца. Ну-ка, а если я сломаю этим молотом, то их выпадет пять штук. Блин, нет. У меня почему-то такое подозрение, что и по стандарту там не один выпадает. Надо какую-то другую руду найти. Во, неочищенный уронит. По идее, если я его ломаю киркой, то выпадает одна штука. Смотрю, ну-ка, сколько здесь всего руды. У меня сейчас две штуки, и я ломаю две руды, и получается пять. Реально, удача работает. Ну, черт, ну она не третьего уровня. Итак, товарищи, я тупанул. Просто жестко тупанул. Оказывается, в книге, чтобы получить второй уровень, смотрите, что это за ерунда какая. Первый уровень у нас идет из василька, лазуритовых блоков и медных, короче, ну вы поняли. Второй уровень, здесь были стрелочки вонючие, уже нужны жемчуги. Тут золотые морковки, золотые слитки. Третий уровень, тут кроличья лапка. И здесь, по-моему, подождите, это что, четвертый уровень, что ли? А, или это, или, погоди, я что-то непонятно. Короче, здесь написана такая фраза, максимум три уровня. Первый уровень требует один слот для улучшений, а последующий, второй и третий, вообще их не требуют. То есть, я могу лучше сейчас сразу до третьего уровня, если у меня есть необходимые ресурсы. Итак, в общем, для второго уровня мне нужна золотая морковка, два золотых слитка и два эндер-жемчуга, которых, блин, единственных у меня вообще нету. Получить эндер-жемчуг можно просто огромным количеством разных способов. Самый легкий, разумеется, это убить эндермена, но эндерменов тут, как вы видите, нет нифига, и искать их долго. Поэтому я хочу попробовать другой лайфхак, это выторговать жемчуги у священника-жителя. На четвертом уровне трейдов у него может появиться такой торг. За пять изумрудов покупается один эндер-жемчуг. И, как вы понимаете, мне потребуется очень большое количество изумрудов, чтобы, во-первых, дойти до этого четвертого уровня, а потом еще и купить два эндер-жемчуга. И благо я знаю мега-простой способ фарма изумрудов, это также покупка у жителя только у лучника, за 32 палки один изумруд. Это потрясающе, ведь я могу и деревья рубить просто с вечной скоростью с помощью своего супер-мега-тепараа 3000 миллионов. Теперь мне нужно либо найти жителя лучника, либо создать его самостоятельно. А для этого мне нужен безработный житель, но они тут все работают, гомодри. Ну-ка, если я эту компостницу уберу, то... О, безработный, на, вот тебе стол лучника. И он превращается в дебила. Ты дебил? Вот лучник! Куда поперся, придурок? А, еще и эту компостницу. Ладно, сначала я ставлю стол лучника, уничтожаю, и да, все, он теперь лучник. Но у него не появился трейд с палками, поэтому я уничтожаю стол лучника и еще раз его ставлю. И нет, этот дебил опять куда-то поперся. Ну-ну-ну-ну, ты не тупой, блин, сколько тут компостниц, ёкарстэ. Еще раз и... Опять не появляется, что ж такое-то здесь, а? Еще раз и опять не появляется, ты... Ирод, проклятый, вонючий, да что ж такое? Наконец-то все, 32 палки, 1 изумруд и покупаю. В итоге получилось 16 изумрудов у него выторговать, но этого количества мне не хватит, надо еще одного лучника искать. Все, теперь у меня есть 44 изумруда, но в деревне нету церкви, где сидит священник. Поэтому мы его тоже будем искусственно создавать, у нас тут этот... Комбайн по производству жителей, или как там это называется? Кто не знал, священника можно создать с помощью обычной зельеварки. Также я, короче, всех фермеров, блин, на сторону зла перегоняю, блин. Теперь самое главное, чтобы у этого священника долбанного на четвертом уровне появились жемчуги, ведь они могут, блин, там не появиться, и все, трындец мне заново надо будет создавать. Окей, покупаю у него редстоун. Далее лазурит. За золото, в принципе, можно купить несколько изумрудиков. И последний, сейчас появится четвертый уровень изумруды. Пожалуйста, хоть бы жемчуги, хоть бы жемчуги. Да, они появились. Я просто помню, что в ролике с алмазным маяком, я, господи, я где-то часа два эти жемчуги выбивал. Я жителей семь там создавал священников. И плюс, у меня еще осталось 30 изумрудов. В итоге я могу купить, давайте, даже 4 жемчуга. Все, священник, пожалуйста, не сдохни. Ты мне можешь еще потом пригодиться. Все, я-то поехал домой. И в итоге прокачиваю удачу на молоте до второго уровня. Третьим левелом я точно сейчас заниматься не буду, потому что здесь долбанная кроличья лапка. Мне кажется, за всю жизнь в Майнкрафте я ее раза два только выбивал. И тут искать кроликов, что ли? Не-не-не, я не сумасшедший. Хотя, кого я обманываю? Погнали убивать кроликов. Неужели? Я уж думал, она никогда в жизни не выпадет. Если честно, вообще очень странно. Ведь выпадение кроличьей лапки составляет 10%. Значит, это нужно убить максимум 10 кроликов. Но я их убил явно больше 10. Штук 13, наверное, или 14. Меня Майнкрафт хочет обмануть, говнюк. Зато я нашел халявный обелиск. Вообще прикольно. Также в третьем уровне удачи мне потребуется бирка, алмаз и два слитка розового золота. Я уже его создал. Очень легко делается из меди, а также обычного золота. А, кстати, погоди, я это розовое золото в моуте как раз-таки использовал. А, прикол. Так, все, два слиточка. Блин, и я впервые улучшаю. Я помню, играл на одном блоке, и там у меня не получилось улучшить до третьего уровня удачи, потому что... Сейчас, раных кроликов эта лапа не выпадала. Долбанная, она вообще лаганая. В итоге мы имеем удачу 3 плюсика. В смысле третьего уровня, да. Ох, мне прям не терпится проверить на каких-то алмазах, сколько же мне их выпадет. И знаете, чего еще не хватает для самого идеального молота? Это автоплавки. Блин, надо будет потом ее тоже сделать, но уже не в этой серии. О, уголь. Погнали на угле протестим. Два копая угля, и получается их три. Ладно, говно. Ну-ка, еще вскопал. Еще вскопал. Уже 12 угля. Во, ну-ка, я знаю, на чем проверить. Лазурит. Два блока лазурита. Ломаю 40 штук. Короче, все. Удача третьего уровня работает отлично. Я еще наложил, кстати, спешку второго уровня. И вы просто посмотрите на скорость копания этого молота. Да, господи, гравий дурацкий. О, алмазы. Ну-ка, на алмазах надо обязательно проверить. И сколько мне вып... Две штуки, ладно. Тут не повезло вообще. Короче, все. Супер молот. И нет, вы просто посмотрите. Вы посмотрите, что за гамадрила у меня рядом с коровами сидят. Эти дебилы опять приперлись и хотят рейд тут устроить. Вы понимаете, что вы в прошлый раз убили всех моих жителей. Рейд уже никак не запустить. Не, ну прикольно, что они заспавнились, блин, прям в этой самой в загоне и будут теперь тут сидеть. Кстати, интересно, а если главного с флагом наименовать биркой, он же получается не исчез... Да, блин, моих коров убивают вообще ерды. Так, я, в принципе, сюда не просто так пришел. Как вы помните, в предыдущих сериях я не мог понять, почему у меня не выпадает второе семя из мистических агрокультур. Потом я подумал о том, что, возможно, нужно применить эссенцию на почву, чтобы она стала там инфериумной, прудентивной. И вы мне это написали в комментариях под второй серией. Поэтому вот я вставляю комментарии, хоть я и сам до этого догадался, но все равно решил вставить. И действительно, пошли, наконец-то, долбанные семена. Семена огня, семена земли. И, кстати, у меня уже здесь тут все застопорилось, надо побольше сундуков поставить. Я, кстати, в этот раз хочу сделать вообще мега офигенный сундук, в котором в одном будет храниться просто дофигища разных ресурсов. Так, сначала золотой, потом до алмазов. А, алмазов нет. Из золотого делаю алмазный и из алмазного кристальный. Но мне не хватает, блин, стекла. Кристальный сундук, конечно, он не хранит больше ресурсов, чем алмазный. Это чисто просто такой скин на сундук. И самая в него прикольная фишка, то, что все ресурсы, которые там хранятся, их будет видно снаружи. Только они как бешеные, что-то крутится, блин, в этой версии. Но самое главное, вы посмотрите, какое огромное количество здесь золотов всего лишь в одном сундуке. Ладно, все, я пошел его ставить. И также, раз уж у меня появилось еще несколько новых мистических семян. Так, подожди, нет, не захватывай меня. Ну, давайте я создам еще мистической почвы вот здесь. И все это высаживаю здесь. В скором времени на этой автоматической ферме будут выращиваться только мистические агрокультуры. Потому что пшеницы и так далее, мне это в огромном количестве вообще не требуется все равно. Что вы тут сидите, дебил? А, он сейчас убьет его и рейд начнет. А, хотя не, не должен. Так, кстати говоря, раз уж мы начали заниматься молотом, я бы хотел добить эту тему, чтобы сделать реально топовый молот. А именно заменить в нем еще несколько частей и наложить улучшения. Да, хоть они у меня и закончились, но оказывается. Я могу добавить еще слоты для улучшений с помощью, во-первых, книги и пера. А второе, с помощью пластинки. И теперь, как мы видим, у меня появилось еще два улучшения. И одно из этих улучшений я хочу заполнить незеритовым слитком. Да, его тоже можно накладывать на инструменты. Он будет добавлять дополнительную скорость копания, прочности. И также, например, инструменты не будут сгорать в лаве. В общем, очень полезная штука, но незерита, как вы понимаете, у меня нету. Именно поэтому я скрафчу новые сапфировые инструменты. Состригу кучу шерсти с овец. Нарублю дерево. Понакрафчу кроватей. Отправлюсь на пятнадцатую высоту в Нижнем мире. А, и уже нашел древние обломки. Нифига себе. Ну а уже на пятнадцатой высоте, моя задача будет выкопать длинный туннель в два блока. И далее я буду ставить просто дофигича кроватей и нафиг взрывать их. А, а. Так как я, кстати, уже нашел один древний обломок, я выкину, во-первых, его в огонь, чтобы он сгорел. Ладно, шучу. Он все равно не сгорит. Мне осталось найти, в общем, всего лишь три древних обломка. Ну и параллельно я, кстати, тут буду инфериумную эссенцию копать со моим супермолотом. Потому что она мне потом тоже потребуется. Ну, в общем, все, народ, погнали. Надеюсь, быстро выкопаю эти обломки. Последний. Ура, все, древние обломки найдены. Может, он, кстати, здесь и не один будет? Ну-ка, ну-ка. И? А? Один, говно. А, нет, не один, все, у меня пять даже. Ха, один лишний, отлично. И, кстати, почему-то до меня только сейчас дошло то, что я могу эти древние обломки переплавить в плавиль... А, или подожди, или нельзя. Ага, для этого в качестве топлива потребуется либо огненная кровь, либо лава души, что-то такое. Короче, у них температура выше, чем у обычной лавы, и я не могу переплавить на лаве. Короче, очень странно. Но зато я могу скрафтить жернов. Благодаря нему я уже точно смогу передрабливать древние обломки в два лома. И, собственно, именно этого я и добиваюсь. И с помощью тинкер-спечки и вот этого жернова. Но сначала мне нужно будет где-то расчистить территорию. Наверное, я вот тут всю эту конструкцию построю. Всё, я его запитал кинетической энергией, также с помощью вентилятора, как мы и здесь делали. Далее, по идее, если я закину вот сюда древний обломок, подожду какой-то промежуток времени... То частички перестанут оттуда вываливаться, я нажимаю правую кнопку мышки, и у меня получается два нацеритовых лома. Это прекрасно, это прекрасно. Так, ну остальные осталось передрабить. В итоге получаем из пяти древних обломков всего 10 нацеритовых ломов. Мне этого хватит даже на два нацеритовых слитка, но пока я сделаю только один. Эбэмс. И накладываю на свой супер молот. У него снова, кстати, меняется текстурка. Блин, мне кажется, она похуже стала. Ну, давайте посмотрим, что изменилось. Во-первых, прибавляется аж 1100 прочности. Далее, увеличивается урон, потом смотрим скорость копания, а также уровень копания с алмаза повышается до назерита. Хотя я этим молотом и так мог назерит копать, странно. Я бы мог, кстати, еще, например, наложить изумруд, и у меня уже было бы 9500 прочности. Но я не хочу тратить на это улучшение. А лучше я займусь улучшением частей инструментов. Я хочу заменить головку молота, а именно на материал империевой эссенции. Всего для этого дела мне потребуется 8 стаков инфериевой эссенции, но у меня ее, к сожалению, не хватает. Ладно, давайте я пока что ее переделаю. Для этого я снова использую наполняющий кристалл и получаю прудентьевую. Далее я ее улучшаю до тертеевой, и уже после тертеевой у нас идет империевая. Также, как вы помните, там еще есть несколько уровней, например, супремиевая, но у меня не хватит на головку молота, потому что там вообще дофигища эссенции надо. Так и, блин, оказывается, я неправильно посчитал, и эссенции мне нужно в 2 раза больше. Ах, блин, и где же мне ее теперь фармить? Мне, кстати, очень хорошо у меня фармилась в аду эссенция, пока я копал незеритовые обломки. Поэтому, наверное, туда я и отправлюсь, но сначала сделаю обелиск, потому что мне уже надоело бегать туда-сюда. И потрясающе. Теперь я его просто ставлю здесь в аду, пишу незерит, и могу легко телепортироваться к себе на базу сквозь измерения. Ну, не сказка ли. И что ж, погнали копать. Ох, а это что такое? Погоди, это же та самая жидкость из тинкера. Я думал, ее как-то крафтить надо, а оказывается, ее можно в аду найти. Мне за нее дали достижение, и погоди, что? Ее время горения 100 тысяч тиков, когда у обычного ведрославы 20 тысяч. То есть это в 5 раз больше. Ладно, в принципе, это не так круто. Самое интересное, это то, что я ее впервые встретил, сколько тут не взрывал. Блин, она действительно редкая. Ну и в принципе, ладно, больше ничего интересного, продолжаю копать. Ох, и наконец-то я закончил. Блин, в конце я уже даже на поверхность выбрался и тут начал копать. И такое ощущение, что, блин, я вообще не эссенцию копал, а древние обломки. Вы гляньте, их 16 штук накопилось. Почему в прошлый раз столько не было, я фиг его знает. Я, блин, пчела прикольная. Все, я валю отсюда. В итоге получил я ровно 16 имперовой эссенции. Как раз-таки столько, сколько мне и нужно. Далее мне нужно сделать 2 слитка процветания. Теперь я объединяюсь с эссенцией и получаю 8 империевых слитков. А, ой, блин, а зачем я 2 слитка? Погоди, мне еще 6 надо, что-то я тупанул. Эти слитки теперь я помещаю в тинкерспечку. И я только что понял одну интересную вещь. Я совсем забыл, что если я сделаю головку молота из империи, то я смогу его чинить только имперскими слитками. А это же капец, как будет дорого. Именно поэтому, блин, тогда головка молота отменяется. И давайте я сделаю большую пластину, а также прочную рукоятку. И посмотрим, что из этого будет выгоднее заменить в молоте. Блин, тогда нафига я столько эссенции копал? Мне ее меньше потреб... А, нет, хотя сейчас практически 8 слитков и потратится, окей. Если я пробую поменять прочную рукоятку, то у меня становится аж практически на 1000 меньше прочности. И чуть-чуть увеличивается скорость копания. Блин, это не очень круто. Но вот с большой пластиной другая ситуация. У меня появляется аж 3000 новой прочности. Ну и скорость копания тоже увеличивается. Вот, наверное, пластину я и заменю. Все. А, блин, ничего не сделал и забрал. Дуралей. А прочную рукоятку я могу заново переплавить в печке. И давайте я попробую сделать вторую большую пластину. Возможно, что с ней молот станет еще круче. Ну-ка, пробуем. И действительно, на нем становится аж 13 тысяч прочностей, скорость копания 10. Но одно улучшение у меня забирается. Потому что предыдущая пластина была из розового золота. А оно имеет эффект дополнительного улучшения. Ну, в принципе, я не думаю, что там за улучшение я что-то классное бы получил. Только за изумруд вот эту прочность, которую я получил с помощью большой пластины. Все, погнали, быстрее в чахту. Я хочу проэкспериментировать на этим молотом. Он, наверное, сейчас просто будет как бешеный копать. И... Ну, да, стало быстрее. Но не прям моментально. Но все равно круто. Классно. Но в любом случае, головка из литейной бронзы, которая имеется на молоте, она далеко не имбовая и не самая крутая. Поэтому пишите в комментариях самый офигенный сплав, из которого можно ее создать. А, с вами был Ванчула, все. И на мой канал подпишись. Ты забыл оформить подподписку. Ты оформи ее. А также лайк и поставь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...